Успеть за 12 часов в Аскизском районе железнодорожники заменили часть моста в перерыве между движением поездов. За ходом сложнейшей ремонтной операции наблюдали Мария Добрынина и Сергей Казьмин. Как только поезд пересек мост через реку Аскиз, бригады приступают незамедлительно к демонтажу. В их распоряжении 12 часов и за это время железнодорожники должны успеть снять старый пролет. Подготовить опоры и сразу же поставить новый. Для этого необходимо провести огромную подготовительную работу, убрать провода, отпилить железные крепления, разобрать подъездные пути. Этот мост был построен в 50-х годах, прошлого столетия, когда прокладывали линию Новокузнец-Кабакан. И хотя однопутная переправа работала безаварийно, ее время вышло. Конструктивное отличие в 51-м году применялись под нагрузки осевые, допустим, 10-15 тысяч тонн на ось. На сегодняшний день нагрузки возросли до 26. Уже не клепанные сварные пролетные строения, они цельно сварные идут. На перегоне Аскиз Чертыковский, где расположен мост, ежедневно проходит 100 с лишним грузовых поездов. Это переправа часть южного хода КРАС-ЖД Междуреченск-Кабакан-Тайшет. Протяженность более 100 метров. И хотя по меркам железнодорожников объект мелкий, на его реконструкцию ушло свыше 50 миллионов рублей. Итак, кульминация всей операции – это демонтаж старого пролета. И, как мы видим, сейчас работают именно два крана. Хотя они тысячники и их грузоподъемность в разы больше, чем вес и сам пролета – это 35 тонн. И все же было решено пригнать два восстановительных поезда, для того, чтобы во время демонтажа избежать крена и ускорить процесс работы. Снять пролет оказалось легче, чем поставить новый. При строительстве моста опоры заливали бетоном, при этом вместо арматуры использовали старые рельсы. И тут ремонтников ждала настоящая историческая находка – рельсы завода имени Сталина 1945 года. Однако это не самое удивительное, что во время ремонтов попадалось железнодорожникам. Они пролежали у нас уже получается 70 лет. По размеру такой-такой рельс больше в пути не укладывается. Сейчас укладывается рельс 65-й, а это у нас получается 38-й. Да, в Красноярске не летели на них. Мы находили рельсы 1880 года, потом Демидовки, Белосельского. Ну, много идей, даже заходили до американцев. Железная дорога требует ювелирной точности. Рельсы должны сойтись буквально до миллиметра. Права на ошибку нет. От этого зависят человеческие жизни. Давай, а что там, мойной. Железнодорожная конструкция была собрана в полночь. Все остальное время бригады закрепляли пролет, готовились к встрече поезда. Первым по обновленному мосту прошел грузовой состав из Абакана по расписанию в 3.30 ночи. На этот год работы здесь завершились. Однако следующим летом железнодорожники вернутся на объект, чтобы заменить оставшиеся два старых звена переправы. Мария Добрынина, Сергей Казмин, Вести Хакаси. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...